как вы знаете у google очень много разных сервисов и сегодня я покажу вам как можно пользоваться google презентациями если например у вас нет под рукой microsoft powerpoint либо если вы например вообще на компьютер его не загружали google презентации полностью в принципе заменит вам любой другую программу по созданию презентации не надо будет ничего скачивать на компьютер для начала вам естественно нужно быть зарегистрированным на сайте google то есть иметь свой аккаунт и почту на gmail.com если у вас ее пока не зашли на google.ru верхнем правом углу зарегистрировались и после регистрации у вас здесь появятся вот такие слова почта картинки 9 вот таких точек но если вы устанавливали фотографию то ваш фотография далее нам нужно нажать на 9 точек напоминающие клавиши и выбрать google диск здесь у меня уже очень много документов про другие сервисы вы тоже можете полистать узнать сегодня нам нужно через плюсик через кнопку создается верхнем левом углу найти создать google презентации здесь смотрите можно использовать шаблон я покажу что это такое это готовые дизайны которых не надо продумывать уже куда как фотографию поставить какой шрифт использовать это уже дизайнерские проработанные шаблоны которые вы можете использовать правда и здесь не так много как хотелось бы но возможно если вы еще ими не пользовались вам будет интересно с ними поработать теперь если не создавать не использовать шаблон мы нажимаем google презентации и создать пустую презентацию так смотрим что здесь принципе тоже когда вы зашли в пустую презентацию можно поменять темы они сразу появляются справа либо вы можете вызвать темы нажав вот на кнопочку тема вот здесь вот вверху выбирайте любую какая вам понравится в начале естественно первые слайд это тема заголовка дальше немножко будут другие слайды ну например в чок нем на вот этот и у нас появится вот такой вот слайд вы можете написать уже какой-нибудь заголовок давайте напишем например презентация новинок можете при желании вписать под заголовок это например кто будет докладчиком далее чтобы создать новый слайд нужно щелкнуть сюда в это поле слева и нажать на плюсик у вас появится второй слайд и он уже будет не слайдом заголовка а вот таким вот уже обычным слайдом здесь при желании вы можете выделить удалить если вам нужен пустой слайд либо добавить текст через кнопку вот такую вот на панели инструментов можно сказать называется текстовое поле вы когда нажали вы выделяете то поле которое вам нужно создать текстом ну и начинайте вписывать здесь есть различные шрифты и есть тоже текст можно выделять жирным курсивом подчеркивать и менять цвет текста все как обычном борде а здесь все будет для вас понятным далее следующая функция я считаю важна для создания любой презентации функция вставка изображения загрузить с компьютером далее выбираете папку откуда вам нужно загрузить изображение и выбираете необходимый текст необходимое изображение которое хотите вставить здесь его при желании можно развернуть побольше тоже очень нужна функция сейчас вам покажу это обрезка то есть прямо здесь вы при желании можете обрезать ненужное обрезать ненужное ну давайте скажем вниз режем либо вот так либо вот так просто обрезаете и все вот смотрите это именно не растягивание до синенькая рамка это растягивание а это именно обрезка так размещаем картинку вы можете добавить сюда при желании еще одну картинку я как делаю например из загрузок часто как только файл загружен он уходит верхний правый угол нас мы видим что файл загрузился и я просто этот файл вытягиваю сюда и таким образом видите у меня получается картинка здесь точно так же можно и и уменьшить при желании обрезать например если вам не нужен текст яркое настроение хочется только продукцию продукта ставить и вот и все выравниваем что еще возможно важно воздействие вам будет для вас будет например после создания слайда можно настроить тему перехода то есть когда вы будете смотреть слайды то они появляться у вас будут не просто и обычно а каким-нибудь интересным образом наплывом затемнением поворотом кубом галереи ну давайте выберем какой-нибудь там переворот и здесь можно применить ко всем слайдам а можно вот как мы только видите значок появляется чтобы применен только к третьему слайду то есть только третий слайд будет выходить с анимацией а можно применить ко всем слайдам и напротив всех слайдов появятся точно такие же значки давайте посмотрим как это выглядит для того чтобы посмотреть презентацию мы находим слово смотреть либо нажимаем на здесь подсказку всплывает клавиши control f5 нажимаем на смотреть и смотрим так у нас третьего слайда началось видите вот это поворот значит вот такой поворот у нас когда мы будем листать например записывая с экрана презентацию либо когда будем вести презентацию например показывая свой рабочий стол очень часто например припу во время вебинара я делаю не закачиваю готовую презентацию куда-то да а например использую возможность показа рабочего стола и прямо с рабочего стола показываю свою презентацию и вот так вот у нас меняются слайда здесь можете попробовать с разными функциями помните третий слайд мы не запомнили поэтому он пустой вот закрыть и мы выходим из просмотра презентации так по фону тоже наверное здесь все понятно здесь вы просто выбираете цвет которым хотите сделать заливку это по сути заливка слайда вот смотрите у нас произошла заливка слайда так в принципе здесь очень много функций похожих на функции microsoft powerpoint так что я думаю что здесь не будет у вас никаких проблем здесь вот этого функционала достаточно для того чтобы создать любую презентацию скинуть сюда картинки написать необходимый текст и после того как у вас будет готова презентация нажать смотреть и сделать запись экраны если вы снимаете какое-нибудь видео это все что необходимо по минимуму знать про google презентации если у вас вопрос появится пишите под видео с радостью с вами пообщаюсь всего хорошего удачи вам в освоении google инструментов в комментариях и это он